Рыбная ловля – спорт терпеливых. Заветную рыбку можно ждать часами, и именно она может принести победу в соревнованиях. Именно такие терпеливые рыбаки собрались 21 октября на набережной Судоходного канала. В этот октябрьский денек здесь проходили соревнования по рыбной ловле спиннингом с берега «Балаковский окунь-2017». Зарегистрировалось у нас сегодня 38 человек из Тольятти, Сызрани, Саратова, Балакова, Энгельса. Фестиваль, я думаю, пройдет массово, интересно. Как показывает практика, мы здесь каждый год проводим соревнования в это время. Окунь немножко отходит к этому времени в середке. Если профессиональные спортсмеры, я думаю, вытянуть окунь, найдут, поймают. Приветствую вас на 9-м открытом ежегодном фестивале Кубок «Балаковский окунь-2017». Сейчас обратите внимание все в эту сторону. Переход, ты вышел, вот, и пошел. Можно по ней, по линии идти, но вход в свой сектор только через вот эту линию. Если я стою внизу, тебе надо подняться, через эту линию уйти, потому что были прецеденты, лежали спинники, все вот так вот бегали, спинники хрустили только в курсе. Соревнования проходят в личном зачете, это одна большая зона, которая разделена на сектора. Вот сейчас у нас, например, 34 участника, значит, сектора должно быть у нас в два раза больше, соответственно, 68 и два запасных, чтобы люди в процессе ловли могли менять сектора и пытаться поймать там, если в одном месте не поймали, пытаться поймать в другом. Место для проведения соревнований было выбрано не случайно. Во-первых, доступно, во-вторых, зрители приходят, смотрят, молодежь подтягивается, у кого нет машин, допустим, уехать на какие-то определенные места, где мы проводим соревнования, если, допустим, это Иргиз, Волга. Здесь народ пришел, посмотрел, массовость, зрелище. На этих соревнованиях в зачет шли только окуни. За каждого пойманного окунька начислялся один балл, независимо от размеров. Если же рыбка была больше 25 сантиметров, то за нее начислялся дополнительный балл. Сам факт поимки окуня должен зафиксировать судья. Он же должен удостовериться, что рыбка жива-здорова и отправилась обратно в воду в целости и сохранности, иначе ее не зачтут. Какой у вас результат после первого года? Девять. Девять, да? Ну, то есть вы в лидерке, я так понимаю. А, я не знаю. Сейчас узнаю. Девять. Ну как, довольный результат? Конечно. Просто в прошлом году вообще ни одной поклевки не было. Два. Два есть, да? Вы с краю стояли, да, справа? Да. Нет, вот, пустя. Ага. Сходов не было? Нет. Четыре тура по 45 минут, а между ними – перерывы для того, чтобы участники могли сменить дислокацию, проверить снасти, перекусить и попить горячего чаю. И если первые два тура были более-менее рыбными, то ближе к обеду поклевка сошла практически на нет. Но это безрыбье не сказалось на азарте рыбаков. Практически все дошли до конца, за исключением тех, кому с самого начала не повезло и у кого в зачете оказались нули. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Дальше, Тути. Все. Так, у меня кто? У меня Атаянцы один. Так, Атаянцы один. В Токуне, правильно? Да, да. Ты Дима? Если не Митрий. Четыре тура. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры добавил DimaTorzok 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 Судя по сложившимся результатам В конце она удалась на 5 Был один тур с нулем Но ничего, это не помешало Напоследок фото на память И пожелание встретиться вновь на соревнованиях Балаковский окунь Через год на этом же самом месте